11 октября – день, который символизирует богатую историю Башкортостана, его культурное наследие и вклад в развитие России. В День Республики расскажем о праздничной программе, а также поговорим о ключевых событиях и личностях нашего региона. Рада приветствовать гостей нашей студии – кандидата философских наук, ведущего специалиста Института этнологических исследований имени Кузеева, офицеран Сергея Семенова и специалиста Дома дружбы народов, куратора региональной общественной организации Ассамблеи народов Республики Башкортостан, Газиму из Штуганова. Еще раз здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Сегодня у нас такой праздничный день, и самое важное, наверное, сегодня знать, какие праздничные мероприятия будут проходить в нашем городе. Вот в плане, какие мероприятия готовите уже вы через пару часов. Расскажите, пожалуйста. Во-первых, хотелось бы всех наших телезрителей поздравить с сегодняшним прекрасным праздником. Конечно же, наш Дом дружбы народов Республики Башкортостан и Ассамблеи народов Республики Башкортостан никогда не остаются на стороне от этих важных событий. И, соответственно, вот в этом году уже в седьмой раз по плану Ассамблеи народов Республики Башкортостан проводится красивый республиканско-молодежно-многонациональный праздник. Возьмемся за руки, друзья. Этот проект объединяет всех проживающих в Республике народы, в основном молодежь, и проводится с целью ознакомления с нашим искусством, с нашей культурой, приезжих наших иностранных студентов, и, соответственно, для того, чтобы с ними тоже познакомиться. — Замечательно. То есть, люди, если есть возможность, наши зрители, приходите и отмечайте этот день вместе с нами. Вот получается как, что люди отмечают этот праздник, но далеко не все знают происхождение его, да? Вот, Сергей Николаевич, скажите, пожалуйста, понятное дело, что в 90-м году этот праздник приняли, то есть приняли декларацию о государственном суверенитете нашей республики, да? А как это все происходило? Что тому пришествовало, и когда впервые башкиры начали заявлять о своей территориальной автономии, именно в субъекте Российской Федерации? — Понятно. Ну что же, хочу поздравить всех жителей республики с сегодняшним замечательным праздником нашей республики, Башкортостан. И также хочу еще дополнить немного, что в нашем институте, как вы знаете, музей нашей археологии и этнографии весь день сегодня работает с экспозицией по истории и культуре республики и знаменитая выставка «Золото трое», которую продлили как раз к дню республики по нашей договоренности с музеем имени Пушкина. То есть вот тоже можно и это посетить, тем более, что она уже скоро закрывается. А теперь по сути. Значит, понимаете, что? 90-й год — это очень сложные годы, кто их не может и не представляет. Это период, когда страна была в очень кризисном положении, Советский Союз. То есть происходило креативо, все время происходили митинги, выступления, люди искали какие-то новые формы, как сохранить, как обновить. То есть очень много происходило, очень напряженная жизнь, каждый день какие-то события, заявления, выступления. И вот в это время, значит, почему было принято Верховным Советом Республики, это на тот момент вот наш парламент и основная высшая власть. Как вы знаете, в Советском Союзе по Конституции всюду власть была преимущественно. Вот сейчас, например, президентская парламентская Россия, федерация. А тогда была, ну, не совсем там партия, но это другой вопрос. Официально по Конституции парламент Верховный Совет был выше всех других органов, выше правительства, он назначал и так далее. И вот в этом плане, почему была принята эта декларация? Значит, вот некоторые всего ученые, политологи, политики, а, начинают говорить о параде суверенитетов, как о чем-то вот плохое, что-то в России происходило, вот чуть ли это не распад. Понимаете, что дело было сложное, во всем надо разбираться сложно. Почему была принята декларация? Да, тогда была принята декларация о государственном суверенитете ряда республик, Российской Федерации, которая была неоднозначно воспринята, потому что в нашей республике большинство всегда было за Советский Союз. Но в этой ситуации возникла необходимость, прежде всего, как бы взять на себя ответственность за республику, взять на себя ответственность за управление ей, поскольку все время ситуация менялась. Шли самые разные указания, и это повышало управляемость, тем более, что задача была, как бы, нашей страны способствовать сохранению Советского Союза и поддержанию нормальной жизни в республике. Вот это вот первый момент. Принято было очень большое обсуждение, всякие заявления, проекты, но хочу сказать, что Верховный Совет многонациональный был, тело депутатов, еще в советское время избранный, но и всегда у нас такие парламенты. И принято было практически единогласно, подавляющим большим головам, призначит, воздержаешься, и, по-моему, вот кто из того, это один, по-моему, против проголосовал. То есть эта декларация была выражением именно воли депутатов, и, как это происходило, тоже вспоминаю, это возле вот Верховный Совет заседал, где вот и сейчас заседание крутое, то я транслировал заседание через мегафон на улицу, в парке стояли толпы народа вокруг. Все это народ слушал, смотрел, я это прекрасно помню. Я тоже в периодах там находился, участвовал в политической жизни тогда. То есть это было событие, которое положительно, большинство на себе республики было воспринято, как прежде всего, такое вот, именно взять контроль, взять, устабилизировать ситуацию и следить за тем, что происходит. Дальнейшие события, что показали, вот обратите внимание, очень положительную роль сыграл наш суверенитет, потому что, когда начались, уже после распада Советского Союза, разрушительные реформы от того периода, не будем сейчас подумать, вспоминать, как, но республика не реализовывала эти реформы официально, легитимно, вступая в отношения с федеральной властью. Мы не будем массовой приватизации и распродажи кому попало, мы не будем досрочно распускать колхозы и совхозы, мы не будем вводить шоковую терапию экономическую. Конечно, и цены меняли, все менялось, но республика смогла проводить свою политику, сохранить, в том числе, военные производства, федеральные заводы, которые в ряде регионов разрушены были практически, сейчас восстанавливают. И когда в 2000-х годах, когда в России начал восстанавливаться нормальный порядок, наше все это оказалось очень вовремя и очень позитивно было оценено. Я, кстати, думаю, ну вот вспомним, что большую роль уже тогда был председателем Верховного Совета Муртаза Губайдович Рахимов. И вот то, что недавно Владимир Владимирович Путин прощаться тоже прибыл, печальное событие окончили, это показатель оценки того, что делала республика. Теперь дальше. Вот смотрите, мы смогли проводить, относить самостоятельную политику, проводить ее именно в интересах России. И вот я хочу напомнить, вот в 92-м году, это в 91-м году не отмечали День Республики, как-то заметно это, но еще не до этого было, распад Союза. А в 92-м году впервые было заседание торжественное, и в обращении участников заседания была такая очень важная фраза, она есть в газетах, ее, по-моему, даже в некоторых книг уже воспроизвели, что наш суверенитет означает принятие на себя ответственности за всю Россию. То есть не отделять себя от России, не уходить, а наоборот. Тем более, что были основания полагать, что некоторые федеральные решения вредят России в том числе. Теперь далее, смотрите. Когда в 2000-м году, это довольно спокойно, мы переходили на другие режимы работы, именно взаимодействие с федеральной властью, с президентом страны. То есть это наша декларация, она давала возможности разные формы занимать по отношению к стране, вливаться, когда все нормально, нормально вливаться в ее жизнь без всяких требований, каких-то особых условий, а нормально работая в наших же интересах. А теперь вот интересно, как это начиналось, что мы должны вспомнить, понимаете? Первое. Значит, конечно, самая ближайшая, это первая, так сказать, республика, это вот автономия Башкортостана, которая в 17-м году была провозглашена. И вот хотел с вами отметить один важный момент. Когда мы вспоминаем те события, опять иногда какие-то недобросовестные, на мой взгляд, оценки, да точнее, или больше что-то незнание. Мы должны иметь в виду, вот фигура, душа противоречивая, Ахмед Закивалидов, так? Но, что надо сказать, он выступал за автономию в составе России. Это вот надо сразу иметь в виду. Не было речи, потому что он полагал в том числе, что никаких оснований для отделения нет. По многим причинам, историческим и так далее. Поэтому была речь об автономии. И вот смотрите, из-за автономии, потому что от белой армии башкирское войско, которое было создано в годы гражданской войны, башкиры создали свое войско. Кстати, в нем тоже были не одни башкиры, много было там разницы, и русские офицеры, разные были. Но, смотрите, когда перешли на сторону красных, почему? К советской власти. Потому что автономия республики была провозглашена. И вот смотрите, опять разные оценки с советского периода, но много прав за время недостаточно было у регионов. В новой России мы их получили больше и сейчас развиваются правы. Но, конечно, республика сыграла огромную роль и для башкирского народа. Никогда у нас не было обучения национальному языку, школ, литературы, много. И для всех жителей Башкортостана позволило стабилизировать отношения. То есть башкирская АССР в составе Советского Союза в целом большую роль сыграла в развитии народа, региона, всех жителей республики. И вспомним еще раньше события. Сергей Николаевич, сейчас мы еще продолжим дальше. И вот нам удается уживаться в нашей республике 160 национальностей. В мире и дружбе мы живем. Скажите, пожалуйста, каким образом вы выстраиваете с ними работу? Знаете, я тоже, Сергей Николаевич, хочу поддержать. Именно в 1994 году был создан Дом дружбы народов Республики Башкортостан. Он был открыт согласно постановлению правительства Республики Башкортостан. И именно в этот период начались появляться именно общественные организации самых разных народов. Сегодня их при Доме дружбы народов, которые являются членами Ассамблеи народов Республики Башкортостан, порядка 40 организаций. Это самых разных народов. Они очень активно сегодня работают. Они себя проявляют по максимуму, можно сказать. Они объединяют представителей не только представителей своих диаспор, своих наций, именно не только тех, кто проживает в Республике Башкортостан, но и под свое крыло берут и иностранных студентов, которых мы тоже активно привлекаем к нашей деятельности. Вот именно сегодня в парке Якутова в 13.00 можно будет увидеть на сцене выступления этих наших ребят, иностранных студентов из Кыргызстана, из Таджикистана, из Узбекистана и так далее, и так далее. Даже из Китая. Поэтому мы думаем, что сегодня вы сможете найти время, присоединиться к нашему празднику. И вот такие многонациональные мероприятия способствуют укреплению дружбы, укреплению взаимопонимания, и Дом дружбы народов, и Ассамблеи народов Республики Башкортостан. Возлагают большие надежды именно на деятельность общественных организаций, и они оправдывают наше доверие. Сергей Николаевич, а вот если пофантазировать, да, вот что бы было бы, если бы эту декларацию не приняли? Мы с вами постепенно будем сегодня возвращаться в историю, потому что это интересно, и также обсуждать, что происходит сегодня. Я думаю, что было бы. Значит, прежде всего, республика не имела бы рычагов для того, чтобы нормально развивать себя, как, в том числе, прежде всего, российский регион. Не имела, потому что годы были тяжелые, кризис на себя. Некоторые, мы знаем, области регионы России в сильный кризис, очень много потерпели, как сказать, убытков от этого. Потому что заходили-то олигархи, различные структуры, иностранные, весьма иногда недобросовестные. То есть мы, первое, бы мы не смогли поддержать целостность нашего хозяйственного организма. Мы бы создали безработицу, которая была во многих регионах. Мы ее все-таки избега, боролись с ней. Дальше. Могла бы быть опасность межнациональных конфликтов. Почему? Поскольку не было бы четкой позиции в республике. Возникали бы ситуации, вот именно в кризисной. Кто-то чем-то недоволен, нет должного контроля. Могли бы возникнуть ситуации недовольства. Дальше. Мы бы оказались, понимаете, беззащитными перед вот этими иногда неправильными, на тот момент решениями федерального центра. Что сейчас мы признаем. Тогда много делалось ошибок. Много неправильного делалось тоже. И поэтому республика бы не смогла сохранить свой потенциал. Жили бы значительно хуже. Преступность была бы, несомненно, выше. Потому что это спецледствия у тебя, проникновение разных структур. Разрушены были многие структуры в экономике. Не было построено дорог в каждой райцентре. Вы знаете, как добирались раньше до региона Зауралья? Через другие области. Не проехали. Не было прямых автомобильных дорог туда. В Архангельский район три дня добирались, я знаю. С самолетом летели. По полу. А сюда не было ни поезда, ничего. А сейчас у нас, это была программа еще при президенте Ракева. Каждому райцентру была нормальная автомобильная дорога. Вот это вот, видите, многое было бы не сделано и большая была бы опасность конфликтных ситуаций, которые возникали там и тут. Поэтому я считаю, что наша декларация, возможно, не у всех регионов, кстати, кто провозглашал декларацию, они смогли ее использовать. Но мы использовали по полной, причем на благо России. Потому что мы именно сохранили нормальную ситуацию в регионе, сохранили федеральные структуры, поддерживали их. И поэтому республика прошла самый тяжелый период, вот все эти дефолты, кризисы в нормальной ситуации. Вот так я считаю. И интересно, что сохранили в том числе язык, да? А вот каким образом сегодня вы, например, работаете, есть ли у вас проекты, которые направлены именно на сохранение башкирского языка? На сегодня при Доме Дружбы Народов, как я уже сказала, порядка 40 общественных организаций работают, функционируют. Кроме этого, наш Дом Дружбы Народов имеет еще 26 филиалов. Из них 6, они уже за пределами Республики Башкортостан. Это историко-культурные центры самых разных народов. Марийский, Чувашский, Латышский, Немецкий, Русский, Татарский, Башкирский и так далее, и так далее. И вот именно на местах ведется огромная работа по сохранению языка, культуры, обычаев, традиций. А что касается общественных организаций, конечно же, они являются тоже носителями своей культуры, языка. То есть они способствуют в сохранении именно, может быть, даже обогащения нашей культуры башкортостанской. Огромную роль играют и где-то нас дополняют. Очень интересно. И, Сергей Николаевич, если можно, мы снова вернемся в историю. Декларация была принята в 90-е годы. Каким-то образом правовые аспекты ее поменялись? Вот какие-то базы, база как-то изменилась? Ну, понимаете, в 90-е годы действительно Советский Союз. Декларация, как любой подобный документ, она не буквально, как сказать, не закон, не развернутая какая-то правовая структура, а это именно заявительная, это правовой документ, законодательный, но он заявляет. Он заявляет определенные права, определенные позиции. Поэтому, соответственно, дальше и в собой декларация. Кстати, вот текст ее доступен, я, потому что задача была составить законодательство, которое меняется по ситуации. Поскольку Советский Союз была одна ситуация, республика находилась в составе Российской Федерации и Советского Союза. Затем в составе Российской Федерации, где уже не зависит государство, здесь ситуация опять не скаменяла законодательство. Причем, по мере изменений ситуации в федеральном, изменений Конституции Российской, изменений законодательства, политики, декларация, она, естественно, оставаясь принципом, что республика обладает, как было заявлено, обладает правами в рамках Советского Союза и Российской Федерации. Значит, это самая потребность в правах, сама ситуациях, реализация, она меняется. Поэтому, в зависимости от изменений ситуации, изменений экономической ситуации, политики, изменений в правовой системе, декларация проявляется по-разному и, соответственно, разные выдвигаются задачи. Поэтому, в настоящее время, допустим, у нас достаточно согласованная политика с федеральным центром, никаких разногласий у нас нет, получаем поддержку и наши позиции, и у нас реализуются. То есть, я полагаю, что изменения, именно эта декларация, это не документ, которым вот расписано, что и как делать. Это заявление о том, что республика, ее многонациональный народ, значит, имеет право решать свои проблемы в рамках той страны, к которой он принадлежит и участвует в ее жизни. Поэтому она, соответственно, так и реализуется, в соответствии с ситуацией, уже более конкретными документами. Так, а теперь вернемся к нашему актуальному вопросу, да, еще. Вот мы живем в городе, да, сейчас происходит урбанизация, люди переезжают в города. Вот как-то в условиях города возможно сохранить, и как это происходит, национальную идентичность ту самую? Я считаю, это прежде всего, наверное, закладывается основа в семье, я так полагаю. Это мое сугубо такое личное мнение. Но еще этому, на мой взгляд, способствуют наши воскресные школы, которые работают как в Уфе, так и в других городах республики. Это армянская воскресная школа, татарская, башкирская, немецкая, еврейская, чуварская, марийская и так далее. Вот эти вот школы, мне кажется, вот как раз-то и способствуют тому, чтобы дети приобщались к своему языку, культуре и, соответственно, понимали, кто они есть на самом деле. А вот если поговорить про именно башкир, про нас, чем мы отличаемся, отличаются именно жители Башкирии. Вот, к примеру, если опять же на исторических фактах описывать именно исторические факты, от них уже отталкиваться. В период Золотой Орды башкиры, монголы не смогли завоевать башкиры. Вот в чем сила башкиры? То есть это может быть то, что передается с поколения в поколение, поэтому в 90-е годы тоже удалось добиться принятия декларации. Ну, понимаете, что действительно, особенность народа, вот в нашем институте как раз занимаемся, вот основатель его, Раиль Гумеевич Кузеев, он говорил как раз о многом, что каждый этнос, народ, это процесс определенный, и происходит взаимодействие, взаимовлияние. Это не нарценно всегда данный, поэтому мы, например, говорим, что в глубокой древности мы не можем найти точно корни всех современных народов, и вот, допустим, наши сарматские золотые олени, это наследие всех народов России, а не какого-то одного народа, и тем более никаких неизвестных сейчас сарматов, они врились во все, и отразилась их культура. Но вот башкирская культура, она, наверное, все-таки связана очень тесно с Уралом, судя по всей фольклору, Урал-Батыр, и само отношение к Уралу, как бы вот народ, формируясь, вот как бы эту землю избрал своей, ну, а Салавата Юлаева стихи, «Свободите, Урал мой благодатный», ну, в пересказе, в башкирском есть, вот. Это действительно особое чувство Родины, оно возникло, при том, что башкирский народ, наверное, интересен еще тем, что он как раз вот мы занимаемся, именно Южный Урал, Паву, это место, где соединилась будущая в какой-то мире Россия, в каком плане, даже еще раньше, народы лесные и степные, вот лес и степь, Евразия, вот здесь она и начала соединяться, это архивология даже показывает взаимодействие. И вот башкирская культура складывается из вот северного, южного примерно с тенденцией, ну, кочевников никто никогда не был, вы знаете, что так называют, кочевники, они просто перемещаются по территории, но это другое. И вот есть лесное, то есть и лес, и степь стали основой народа, то есть вот на Урале вот именно сформировался, закрепился вот таким образом, как именно такой евразийский народ, лес и степи. И в этом плане действительно мы отмечаем уже где-то вот с какого периода, действительно, даже Золотой Орды и Дою, но отмечает, что народ уже себя осознает, он еще менялся, но защищает себя, вошел в Золотую Орду уже не просто, как покоренное племя, как часть ее, это, понимаете, уже государственность, признали эту государственность. Также вхождение в Россию, в состав российского государства, было, вы знаете, как бы на основе прав, это добровольное вхождение, которое в армию вошли тут же, уже при Иване Грозном, то есть опять же это было актом народа, его представителей, а не каким-то таким неопределенным актом территории, кто-то занял, перешли туда-сюда, то есть субъектность вот это вот была и, поскольку дальше, вы знаете, башкирское войско, кантоны, все это, и сложности были для народа, но и самосознание было четкое, это достоинство, народ воинский, народ, имеющий особые права, потом Александра, вегатор Александра положения, башкир, то есть все время имелось основание, выделялся народ своими правами, и вот это вот очень важный момент был, и вспомните, вот важный момент народразвития, вот и пресс-салават Юлаев, когда пришел нас с башкирским войском, и заявил о том, что в России будущее народа, и задача изменить Россию, а не куда-то там искать другие пути, то есть я хочу сказать, что самосознание развилось вот это, и оно поддерживалось статусом вот этим местом, вот и в этом плане, поэтому к 17-му году башкирский народ себя четко осознавал, именно как определенную общность, и, наверное, сейчас важно, вот что мы говорим, вы знаете, вот во время, вот уже в 90-е годы, но позже, мы запустили программу, тогда работала в администрации президента, ну, советовали, городские башкиры научные, потому что, ну, говорили-то, вот в селе сохраняется культура, а в городе, правда, так зачем это, когда люди в город завел, потому что современный народ не может жить весь в селе, село нам очень важно, замечательно оно, но все-таки большинство-то в городах живет, современных народов, поэтому городские башкиры, целый ряд программ, сейчас ведь в мире идет двойной процесс, глобализация и локализация, люди меняются, ну, это о мире не будем все говорить, но вот интернет, все эти вещи, которые с одной стороны, говорят, отвращают от традиционной культуры, они могут к ней приближать. Как создать? Рассеянный в городе, в большом миллионном народ, миллионники, по стране интернет-сообщество могут тут очень помочь, если мы ими будем заниматься, объединять, потому что сейчас ведь самые нелепые сообщества создаются, а уж национально-культурное может работать, и я думаю, что новые технологии еще нам помогут в этом плане, в том числе, соблюдая, причем народы все живут вместе, но все хотят, вот еще последнее, люди сегодня хотят иметь корни, корни в бытии, и вот национальность, этнос, это один из тех корней, которые человека делают не случайным на этой земле, поэтому нужно заниматься. Да, и знать историю. С праздником и вас, дорогие гости и зрители. Напомню, что гостями нашей студии были кандидат философских наук, ведущий специалист Института этнологических исследований имени Кузеева Уфицран Сергей Семенов и специалист Дома дружбы народов Куратов, куратор региональной общественной организации Ассамблеи народов Республики Башкортостан, Газима Иштуганова. Оставайтесь на телеканале Сяуфа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова